Идея создать в Самаре молодежный театр витает в творческом сообществе давно, но до сих пор ни сцены, ни кулис. Предложение реализовать мечту молодежи прозвучало на встрече главы Самары Олега Фурсова с руководителями театров. Площадкой может стать один из домов культуры, которые в последние годы в Самаре активно возрождаются. Работает у нас профильный театральный вуз в городе. И два раза, когда мы подавали наше предложение по поводу молодежного муниципального театра, мы делали именно в тот момент, когда в этот год выпускался очень хороший курс. Курс, который, как часто бывает, может стать основой того или другого театра. Глава Самары поддержал предложение и попросил составить смету. В условиях экономии бюджетных средств расходы на новый театр тоже должны быть рациональными. Тогда открытие может состояться уже в этом году. Понятно, что искусство должно доходить до людей. И через искусство культура формируется у людей, у горожан. И чем больше у нас театров хороших, тем больше вероятность того, что город будет выглядеть иначе. Зрители вновь будут выбирать любимый театр актеров спектакль. Народную премию «Браво» решено вернуть. Самару принято называть театральной столицей по Волжье. Подтверждают это многочисленные награды всероссийских и международных фестивалей, которые регулярно привозят артисты самарских театров. В этом году постановка «Пиковая дама» театра оперы и балета номинирована на премию «Золотая маска». Культурный и творческий обмен будут расширять и внутри региона. Может быть нам помимо гастролей по регионам вернуться к теме межмуниципального обмена. Самара, Тольятти, Сызрань, Новокуйбышевск. Кстати, Новокуйбышевск сегодня уникальный театр, туда из Самары ездят. Можно им только успехов пожелать тоже на «Золотой маске». Уже сейчас городские театры начнут готовиться встретить зрителей не только из России, со всего мира. К чемпионату по футболу 2018 года обновят репертуар. Возможно, создадут спектакль об истории города. Такое предложение высказал глава Самары. Иной вид постепенно будут приобретать и здания театров. Впереди завершение реконструкции Самарта, расширение театра «Самарская площадь». Уже готовый проект ремонта ДК «Россия» и кинотеатров «Юность» и «Октябрь», которые тоже могут стать площадками для выездных спектаклей. Марина Кравцова, Дмитрий Мешканцов. События. Марина Кравцова, Дмитрий Мешканцов.